Итак, в эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня у нас в студии Марина Кащеева, председатель Рязанского отделения Паралимпийского комитета России. Марина Владимировна, буду вас называть, потому что когда слово «председатель», хочется как-то уже так вот особенно представить человека. А вообще, вы только что, буквально, ну, по-нашему, только что прибыли из Сочи, Паралимпиада. Это великолепная, фееричная, буквально, победа российской команды. И вот, знаете, давайте сегодня не будем анализировать результаты, как там, что у нас, каких видов спорта, почему вот здесь так, а здесь вот так, да сколько медалей. Давайте расскажите нам о своих впечатлениях вот от Паралимпиады, от того настроения, которое там царило, потому что, ну, побеждать с таким результатом можно только тогда, когда человек находится на подъеме, команда находится на подъеме. Ну, и отдельно, конечно, поговорим про успехи наших спортсменов. И то, что там Светлана Коновалова, которая, ну, просто вот всех удивила и заставила всех, ну, слезами радости буквально плакать. Итак, как там вот все было, по-вашему, как, может быть, не то чтобы стороннего наблюдателя, все-таки вы наш региональный представитель, но вот человек, который все это видел своими глазами? У меня впечатления сразу были уже, как бы, на поднятом настроении, при приподнятом настроении, как только шагнул страп самолета, да, то есть праздник чувствовался сразу, масштабы строительства просто покорили, да. Ну, и, конечно, первый день пребывания была на подъеме флага российского, когда сборная России была представлена аудиторией, когда все средства массовой информации, в том числе все руководство во главе с Владимиром Владимировичем Путиным были на подъеме флага. Просто грандиозное событие, которое уже заставляло волноваться, да, дрожи, да, мурашек, как я говорю, по телу, вот, и, конечно, открытие само, потому что не только я, но и все, кто присутствовал на стадионе, определенные моменты, это просто было невозможно сдержать эмоции, это были слезы на глазах, это слезы радости и волнение за тех людей, те команды, когда шагали факелоносцы с флагом своей страны, гордость, и в то же время азарт, они и танцевали, и как-то эмоциями своими также поддерживали трибуны, и это такое единение, и такое вот громадо чувств, что, честно говоря, вот ее испытываешь только находясь там, потому что закрытие паралимпийских игр я уже наблюдала, к сожалению, у экрана телевизора, эмоции не те, да, конечно, радость, да, все, но когда находишься именно в центре событий, это, конечно, незабываемо. Ну, да, там такая аура должна быть. Да, 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 вот именно аура, да. Ну, очень разные вещи телевизора, и вот это присутствие. И хочется представить себя там же, но не так, не так. Вот, ну и, конечно, уже первое, когда с 7 марта пошли первые наши медали, первые прям Света, первый заезд Светланы Наши Коновалова и первое ее серебро, просто ликование было на трибунах. Вот лично у меня гордость за то, что Рязанска впервые на паралимпийских играх, еще впервые уже была первая медаль, ее завоевана, счастье неописуемое. Я думаю, что именно такой грандиозный успех не только всей сборной, но именно участие рязанских спортсменов на паралимпийских играх послужит еще дальнейшему всплеску, еще большему всплеску привлечения именно занятий людей с ограниченными возможностями, да, физической культуры. Не только для больших, на мой взгляд, результатов, но и именно для реализации своих физических и душевных каких-то порывов, для того, чтобы быть как бы в центре жизни, в центре событий, то, что происходит вокруг. Как там наши себя чувствовали, рязанцы, я имею в виду, понятно, что наша команда чувствовала себя хорошо, там, восемь десятков медалей, как наши вот рязанцы не потерялись, все-таки в первый раз, но, может быть, нет такого уж опыта. Достойно, очень достойно, когда присутствовала сама на соревнованиях, да, постоянно комментаторы говорили, что вот Светлана принимает впервые участие, Саша Прайнков впервые, мальчику вообще всего 16 лет, это наша звездочка, которая, мы надеемся, не только покажет, уже показала себя на лыжных гонках, да, в биатлоне, но и покажет себя на летних паралимпийских играх в Бразилии, потому что у него хороший задел еще и в легкой атлетике. Вот, и про Сашу говорилось очень много о том, что он единственный, кто из таких юных на Кубке мира по сумме своих дистанций, набранных очков, занял тогда уже третье место в 16 лет, это действительно очень шикарный результат. И очень сильно за него переживала, и все переживали, когда он был два раза четвертым и пятым, когда он просто в этом тумане заблудился и повернул не на финиш, а повернул на штрафной круг, и вот это потерял, и уже тогда сорвалась у него медаль. Это было драмой для нас и для него, конечно, вот. И, конечно, в последние гонки, в последний день соревнований он показал себя настолько бойцом, характер у него замечательный, действительно бойцовский, чтобы соревноваться. Вы обратили внимание, он не может держать палки в своих руках, да, то есть он идет на лыжах только на ногах, да, руки у него не могут принимать участие, ну, в толкании, в палках, да, и все-таки ему сложнее соревноваться с ребятами, те, которые палками толкаются. Но вот он смог, он доказал свою, как бы, принадлежность и доказал, что он может нести свой вклад и в медальный зачет, то есть он был первым на 10 километров, это просто был фейерверт. Иначе как героями их назвать нельзя, и президент тоже встречается, спортлимпийц, говорит, герой спорта, а ты, говорит, ты просто герой, и все тут, и с ним нельзя не согласиться. Светлана наш, Коновалов, как говорится, наше все практически, когда мы с вами, помните, созванивались, вы были в Сочи, мы здесь вам звонили, и у меня были данные только про две ее еще медали, и я говорю, вот вы надеетесь на третью медаль, что, может быть, она получит, вы мне отвечаете, у нее уже третья, не успевали просто за ее медалями, тогда, ну, может быть, будет еще и золото у нее, тогда еще золота не было, будем надеяться, буквально на следующий день мы узнаем Светланы золото. Расскажите еще, вот как она-то там блистала, как это? Она действительно блистала, она мало того, что в личных соревнованиях показала себя бойцом, но и более ответственной, как она и в интервью везде говорила, и общаясь с ней, она мне рассказывала, что о том, что именно в командной, когда нужно было в эстафете бежать, ответственность огромная, как она сказала, не только за себя, но и за команду, чтобы не подвести. Выражаясь опять ее словами в интервью по Первому каналу, она сказала, что ее колбасило так, что вот, очень сложно действительно за себя отвечать, отвечать еще за тех, кто... И вот эта первая медаль золотая, и в том числе ею завоеванная, было, конечно, счастье неописуемое, вот, а потом на следующий день, когда еще индивидуально опять она заняла, то есть два золота, два серебра и одну бронзу, пять медалей на первых своих паралимпийских играх, это очень дорогого стоит, и поэтому я думаю, что так же Света покажет себя еще и в Бразилии, в легкой атлетике, вот, это не первое, вернее, первое, но не последнее паралимпийские игры. То есть ребята наши олимпиаду почувствовали, поняли, что там они предназначены не для того, чтобы бежать где-нибудь или находиться в хвосте, а впереди, и что такое золотая медаль на себе, они тоже почувствовали, и теперь мы в Бразилии будем ждать от них уже летних медалей. Да, конечно, конечно. Еще вот скажите, что помогло России, российской команде победить, ну, так мощно и так, ну, что ж, как хотите, неожиданно столько медалей взять, такой отрыв от основных конкурентов, только ли родные стены? Вы знаете, я думаю, что это неожиданно для нас, для основной массы населения, которые не принимают участия в подготовке, да. Я как член исполкома Паралимпийского комитета России могу сказать точно, что вот эти 15 лет, пока существует Паралимпийский комитет в России, да, такой огромный объем работы проделан для того, чтобы создать команду, да, слэдж-хоккей, которые четыре года назад просто только выговорить не могли, что это такое, не могли понять, как могут люди без каких-то, ну, физическими возможностями ограниченными играть в хоккей. Естественно, нужно было создать вот команду, была поставлена задача, нашли сначала людей, нашли тренеров, сделали клич по всему миру о том, что кто может нам в керлинге помочь, да, потому что тоже понятия не было, что это за вид спорта и как это можно в колясках сидя играть, да, вот, то же самое, откликнулись канадцы и так далее. То есть огромная-огромная работа проведена по всем направлениям, поэтому я думаю, что как раз Паралимпийский комитет, Федерация спортов инвалидного пода и также Федерация спорта слепых всероссийских, конечно, все ожидали, да. Ну, плюс-минус, конечно, вот, очень приятно, что это рекорд, что это впервые, да, да, что там вот 30 лет назад было, да, в Англии, в Австрии, но все-таки на 10 больше, ну, честно говоря, гордость за страну. Не расскажешь об этом. Спасибо. Все остается за кадром, но это очень много. Большое вам спасибо. Я напомню, у нас в гостях была Марина Кощева, председатель Рязанского отделения Паралимпийского комитета России, говорили о победе нашей на Паралимпиаде, нашей в том числе и Рязанской. Вы смотрели информационный программ телекомпании «Город. Подробности». До встречи.